Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала, на связи снова Гравивка. Продолжаем с вами смотреть повторы Атака Лана и Нигма. Сейчас у нас будет, ну в этом ролике будут повторы с электродраконами. И приятного вам просмотра. Первый повтор принадлежит игроку с ником Гашиш. Значит так, играет он 8 шаров, 8 электродраконов, гирижабль, 27-й король, 57-я королева, 14-й хранитель. У нас здесь, значит, 12 тонн хелл, 5-го уровня, прокачан также инферно, орел, арбалеты не прокачаны пока, и воздушная оборона тоже. Ладно, давайте смотреть, откуда он пойдет. Так, начинает он идти, получается, со стороны орла и инферно. Выпускается по левой и по правой стороне 2 электродракона, и также выкидываются линии шары. Так, докидываются остальные электродраконы, кидается хранитель, кидается первая-вторая ярость, кидается заморозка на инферно и на воздушную оборону, кидается также дирижабль, кидается еще одна заморозка, уничтожается пердушка и уничтожается инферно. Так, кидается еще одна ярость, дирижабль доходит практически до... так, и получается еще одна ярость кидается дальше, и у нас из КК вылезают драконы. Так, начинает работать вторая инферно, здесь у нас шары вылезают из дирижабля. Так, кидается на тонн хелл, получается заморозка. Так, и начинает у нас работать способность тонн хелла, включается способность хранителя, уничтожается тонн хелл. Так, остается раз, два, три, четыре, пять. Ну да, на мультирежиме инферно она как бы не очень против драконов, в итоге уничтожается последняя инферно, и у нас остается раз, два, три, четыре, пять, плюс еще сейчас королева и король еще там вылезли. Так что, по сути, можно уже посмотреть на быстром варианте, потому что идет добивание процента. В итоге используется способность королевы и короля, и берется три звезды. Итого у нас 13 кубков, что очень даже хорошо. Переносимся к следующему повтору. Второй повтор также принадлежит игроку с ником Гашиш, играет тем же он миксом, ну то есть 8 шаров, 8 электродраконов, дирижабль, 27-й король, 57-я королева, 14-й хранитель. Что у нас здесь? Здесь у нас 12-й тонн хелл пятого уровня, одна прокачанная инферно, и вторая только качается, и третья качается. Воздушная оборона все пока от 1, даже от 10-го, можно сказать, и забор еще вообще. Ну, факт есть факт, в легендарной лиге, в легендарной лиге 12 тонн хелл, 12 тонн хелл. Начинаем смотреть. Так, откуда он начинает? Значит, идет со стороны, получается, инферно, выкидывается справа и слева по одному дракону. Также выкидываются линии шары, докидываются все остальные электрозаконы. Выкидывается хранитель, кидается одна заморозка, кидается две ярости, кидается еще одна заморозка. Докидывается дирижабль. Кидается еще одна ярость, и еще одна ярость. Начинает работать способность тонн хелла, из дирижабля вылезают шары. Включается способность хранителя, частично, который попадает на шары, но часть, конечно, из них уничтожается при уничтожении тонн хелла. Кидается еще одна ярость. Так, 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 сейчас посмотрим, уничтожится, нет. Нет, не уничтожается еще орел, остается пока. Хранитель уничтожает орла, выкидывается у нас герой по левой стороне. И тут у нас остается, в принципе, с правой стороны один дракон, а с левой стороны два героя. Так, ну я думаю, можно на быстром варианте уже посмотреть. Используется способность короля, используется способность королева, и добивается до трех звезд. Так, это восемь кубков. Переносимся к последнему повтору. Работают три инферно, все на одиночном варианте стоят, в режиме. И все арбалеты, все четыре стоят на земле. Так, ну и начнем смотреть. Так, откуда я пойду? Иду я со стороны орла, выкидываю один шар, потом еще один, еще один, короче, много. Кидается ярость, уничтожается, так сказать, первая часть. Так, выкидывается еще, это получается, справа, и с левой стороны электродраконы. Докидывается еще электродракон. Сразу всех не выпускаю, чтобы... Так, кидается таран, таран ломает первый забор, переходит дальше. Все, и здесь уже выкидываю всех остальных драконов, также выкидываю. Начинает работать инферно на этот, как он, на таран. Выкидываю хранителя, кидаю ярость. Замораживаю инферно и орла. Кидаю еще одну ярость. Таран разваливается, из него вылезают шары. Включается раз, два, третий, четвертая, то есть вторая и третья инферно. Включается способность Тон Хэла. Замораживаю Тон Хэла и две инферно. Кидаю еще одну ярость. Включаю способность хранителя, уничтожаю Тон Хэл. И, в принципе, все шары, как бы, они прошли на ура, то есть они остались большая часть. Докидываю еще одну ярость. И она... Так как большое количество осталось драконов, они уничтожают больше деф, естественно. То есть ничего не осталось уже, по сути. Ну и кидаю последнюю заморозку, да, я уже не помню этот повтор. Да, кидаю последнюю заморозку, чисто так, чтобы закончить. И даже не выпускаю короля, получается. Да, и большим количеством драконов, по сути, только один дракон подох. Мы заканчиваем этот повтор. Ну и все, как бы на следующем... А следующий будет опять на землю, наверное. Ну и спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok